Что это саенция и как и почему она работает? Дуаймарк спрашивал о распределении простых чисел, а также о рациональных аппроксимациях числа π. Вопрос возник, когда он экспериментировал с системой полярных координат. Вкратце напомню, что это такое. В такой системе точки задаются не координатами х и у, а расстоянием от нулевой точки, которую называют r-радиус, и углом θ, возникающим между радиусом и горизонтальной осью. Для удобства будем измерять его в радианах. Это значит, что угол π — это половина окружности, а полная — 2π. Полярные координаты, в принципе, ведут себя как обычный круг. Если к числу, обозначающему угол, добавить 2π, то положение точки, чьи координаты мы меняем, не изменится. Нам интересно, что получится, если эти координаты будут представлены простыми числами. Цель у нас только одна — повеселиться. Немножко поиграемся с визуализацией данных. Для начала посмотрим, что нам дают целые числа, а не только простые. Точка 1,1 находится в радиусе 1 от начала координат. Угол 1 радиан. Радиан значит, что длина дуги равна радиусу. Точка 2,2 — радиус и угол в два раза больше. Чтобы попасть в точку 3,3, прибавим еще один радиан и получим угол почти в 180 градусов, так как 3 чуть меньше числа π, и не забываем прибавить единицу к радиусу. Очень важно разобраться, как именно такой график работает, иначе дальше легко запутаться. Каждый шаг похож на движение стрелки часов — 1 секунда, 1 радиан, чуть меньше 1 шестой круга. И с каждым разом стрелка растет. В результате точки образуют узор, который обычно называют Архимедовой спиралью. Если произвольно исключить все числа, кроме простых, то на первый взгляд распределение будет выглядеть случайно. Простые числа славятся своей хаотичностью и непредсказуемостью. Но если взглянуть шире, перед нами предстает нечто напоминающее спиральную галактику. С любопытными пробелами. Отдалимся еще сильнее. Картина поменяется вновь. Направленные во все стороны лучи. По большей части в группах по 4 штуки. Иногда и в них бывают пробелы, будто у расчески отломились зубцы. Возникает вполне законный вопрос. В чем же тут дело? Откуда эти спирали? И почему, если смотреть издалека, они превращаются в линии? Можно задаться и более конкретным вопросом. Например, посчитать спирали. Всего их 20. А если отойти подальше, то набравшись терпения, вы сможете насчитать 280 лучей. И это лишь добавляет таинственности. Откуда эти значения? И как они получились из простых чисел? Такая картина впечатляет. Выходит, что за простыми числами стоит какая-то высшая симметрия? Но спешу умерить ваши ожидания. Человек, задавший этот вопрос на форуме, обратился сразу к простым числам. И тем самым невольно сузил масштаб загадки. Если брать все целые числа, а не только простые, мы увидим все те же спирали. Только они поровнее, и теперь их 44, а не 20. Выходит, вопрос о том, откуда взялись спирали, к разочарованию многих, совсем не связан с таинственными свойствами простых чисел. Но не унывайте, и в том, и другом хватает загадок. А в случае со спиралями вас ждет сюрприз. И хотя простые числа не играют тут главной роли, то, что происходит, когда остаются только они, тесно связано с одной из важнейших теорем об их распределении, известной как теорема Дерехле. Что ж, давайте чуть отмотаем к началу. Вы заметили, что в самом начале спиралей было шесть? Это поможет нам понять, что именно мы видим, отдаляясь все дальше. Смотрите, все числа, кратные шести, образуют одну ветку. В соседней все числа на единицу больше. В следующей все числа больше на два, и так далее. Но почему? Помните, каждый шаг означает прибавление одного радиана. То есть за шесть шагов вы проходите шесть радианов, что чуть меньше, чем полный оборот, два пи. Каждые шесть шагов вы проходите почти полный круг. Еще шесть шагов, и получается чуть меньше. Еще шесть, еще меньше, и так далее. Такое плавное изменение создает иллюзию единой кривой. Если оставить только простые числа, исчезнут все спирали, кроме двух. Тут все логично. Числа, кратные шести, не могут быть простыми. Прибавлять к ним два нельзя, ведь получится четное число, как и если прибавить четыре. А единственное простое четное – это сама двойка. Попробуем добавить три – результат окажется кратным трем, а среди простых это только тройка. Так что на данном этапе никакого волшебства. А пока мы разбираем основы, я объясню вам термины, которыми пользуются математики. Эти множества с шагом равным шести причудливо называются класс вычета по модулю шесть. Проще говоря, мы работаем с остатком. А модуль – это число, на которое мы делим. Например, двадцать на шесть делится на цело три раза. Остаток равен двум. То есть двадцать по модулю шесть равно двум. Вместе с остальными числами, которые дают остаток два определителя шесть, эта двойка представляет полный класс вычетов по модулю шесть. Да, такое чувство, что можно было бы сказать попроще. Плюс два ко всем числам, кратным шести. Но так уж сложился жаргон математиков, а нам пригодятся эти термины. Так вот, говоря строгим языком науки, каждая ветка соответствует классу вычета по модулю шесть. А какой-то рисунок складывается потому, что шесть – это почти два пи, а угол шесть радианов – почти полный оборот. Мы видим только две ветки для простых чисел, так как все простые числа, кроме двойки и тройки, больше чисел, кратных шести, либо на один, либо на пять. Слегка разогрелись, а теперь отодвинемся назад. Мы уже знаем, что шесть шагов – это почти полный круг. Так вот, сорок четыре шага – это еще ближе. Посчитаем. Два пи радианов на один оборот, так? То есть сорок четыре шага, или сорок четыре радиана, это сорок четыре делить на два пи оборотов. Получается примерно чуть больше семи кругов. Можно выразить ту же мысль, сказав, что сорок четыре седьмых – это близкая аппроксимация двух пи. Возможно, кому-то ближе другая форма – двадцать две седьмых, как аппроксимация одного пи. Это значит, что если считать числа, кратные сорока четырем, угол каждой новой точки будет чуть-чуть больше, чем у предыдущей. И таким образом мы получим очень гладкую ветку из-за малой разницы между углами. Таким же образом, все числа на единицу больше тех, что кратно сорока четырем, образуют еще одну ветку спирали. Через один радиан против часовой стрелки. То же самое для чисел на два больше и так далее по кругу. В переводе на язык терминов, каждая из этих веток отражает класс вычета по модулю сорок четыре. А теперь скажите, что будет, если мы оставим только простые числа? Они не могут быть кратно сорока четырем, а значит, эта ветка исчезнет. Все, что больше на два, на четыре и так далее, можно сразу выкинуть. В этих классах только четные числа. Похожим образом, ни одно число, кратное одиннадцати, не может быть простым, кроме одиннадцати. Так что ветка чисел на одиннадцать больше, кратных сорока четырем, тоже пропадет. Как и тех, что больше на тридцать три. Отсюда и пробелы, из-за которых спираль похожа на Млечный путь. Остались ветки тех классов вычета, у которых нет общего простого делителя с числом сорок четыре. Оставляем среди них только простые числа, и кажется, что они расположены случайным образом. Запомните это, мы еще к ним вернемся. А пока продолжаем знакомиться с математическим жаргоном. Нам нужны числа от нуля до сорока трех, без общих простых делителей с числом сорок четыре. То есть нечетные, и чтобы не делились на одиннадцать. Если два числа не имеют такого общего делителя, их называют взаимно простыми. Здесь мы можем насчитать двадцать таких чисел, от одного до сорока трех, взаимно простых с числом сорок четыре. В теории чисел это записывается кратко. Фи сорока четырех равно двадцати. Греческая буква Фи — это функция Эйлера. В этот раз без заумных слов. Это количество целых чисел от одного до эн, которые взаимно просты с эн. Компактный язык формул позволяет не писать это каждый раз. Для этих чисел есть один замысловатый, но симпатичный термин, который, правда, встречается редко — татативы N. Но вернемся к главному вопросу. Пользователь на MadExchange увидел два разных феномена из теории чисел, но в одном рисунке. Первый — это тот факт, что сорок четыре седьмых является рациональной аппроксимацией двух Пи, из-за чего ветки классов вычета по модулю сорок четыре получаются такими стройными. Второй — то, что многие классы не содержат простых чисел или содержат только одно, и поэтому не видны. С другой стороны, простые числа появляются в больших количествах в оставшихся двадцати классах вычета, и поэтому их ветки мы видим. Возможно, вы уже знаете, что происходит, когда мы отходим еще дальше. Шесть радианов — это почти полный оборот, а сорок четыре радиана — это почти семь полных оборотов. Семьсот десять радианов — это ну очень близко к целому числу оборотов. Даже визуально точка лежит почти точно на оси Х, но еще убедительнее это выглядит в записи. Семьсот десять радианов — это семьсот десять делить на два Пи оборотов. Что равно сто тринадцать запятая ноль 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 девять пять девять. Возможно, вы видели это число в другом виде — семьсот десять сто тринадцатых. Это близкая аппроксимация двух Пи или более привычная для всех триста пятьдесят пять сто тринадцатых, как отличная аппроксимация Пи. Если вам интересно, откуда взялись эти аппроксимации и чем одна аппроксимация может быть лучше других, скажем, для значений вроде И, Фи, корни из двух и других иррациональных чисел, советую посмотреть это видео от Метологер. Для нашего случая это значит, что, продвинувшись на семьсот десять шагов, угол каждой новой точки будет почти таким же, как у предыдущей. Самую малость больше. Даже издалека эта последовательность выглядит как прямая линия. Разумеется, следующий класс вычета по модулю семьсот десять тоже образует прямую. Семьсот десять — большое число, и даже с хорошим разрешением экрана столько линий не разглядеть. Так что давайте ограничимся простыми числами. Классов вычета там будет поменьше. Чем сильнее мы отдаляемся, тем четче вырисовывается кривизна всей структуры. То, что приходится отходить настолько далеко, служит отличной, возможно, даже лучшей иллюстрацией того, насколько хороша эта аппроксимация двух Пи. Если кто-то еще не до конца понял, что происходит при переходе к простым числам, вот еще один пример. Делители семисот десяти — семьдесят один, пять и два. Так что если остаток делится на какую-то из этих чисел, значит, на него делится и само число. Если вывести на экран классы вычета с нечетными числами, мы получим в два раза меньше лучей по сравнению с первой картинкой. Из оставшихся — вот эти делятся на пять. Они очень удобно расположены на каждой пятой линии. Заметьте, тот факт, что в них не появляются простые числа, объясняет картину, которую мы наблюдали вначале, с четырьмя лучами в одном пучке. Дальше из оставшихся — вот эти четыре класса вычета делятся на семьдесят один. Так что там нет простых чисел. Этим объясняются периодические отломанные зубцы расчески в группах по четыре луча. Но откуда же взялось число двести восемьдесят? Оно сообщает нам количество чисел от одного до семисот десяти, которые не имеют общих простых делителей семьсот десятью. Это ветки классов вычета, которые мы не можем отбросить, опираясь лишь на этот показатель. Правда, нет гарантии, что простые числа будут в каждой из этих веток. Хотя, если просто взглянуть на картинку, похоже, что они равномерно распределены по оставшимся классам. Разве нет? Этот момент — самый интересный феномен из всего, что мы тут обсуждаем. Он связан с одним важным положением в теории чисел — теоремой Дерихле. Возьмем класс вычета попроще, чем по модулю семьсот десять. Скажем, по десяти. Так как мы записываем числа в десятичной системе, то, по сути, группируем их по последней цифре. Класс вычета с последней цифрой ноль, класс вычета с последней цифрой один и так далее. Кроме самой двойки, простые числа не могут заканчиваться на четную цифру, иначе сами будут четными. Также простые числа больше пяти не могут заканчиваться на пять. Вряд ли вы удивились, обычно это сразу ясно с первых минут знакомства с простыми числами. Все, что больше пяти, должно заканчиваться только на один, на три, на семь или на девять. А вот более тонкий вопрос, как простые числа распределяются среди оставшихся четырех групп. Построим гистограмму. Считаем все простые числа. Столбики покажут, какой процент составляют числа с той или иной последней цифрой. В частности, столбцы 2 и 5 должны в итоге стремиться к нулю. А как вы думаете, что мы увидим с ростом количества данных? Что ж, со временем похоже, что они распределяются поровну между четырьмя столбцами по 25%. И в принципе это закономерно. С чего бы простым числам предпочитать какую-то конкретную последнюю цифру? Но простые числа не случайны. Они подчиняются различным закономерностям. И чтобы утверждать, что данное распределение останется равномерным, нужны веские доказательства. Но что именно нам придется доказывать? Математика, вероятно, скажет вам нечто вроде этого. Если взять все простые числа меньше некоего большого числа х и посчитать долю тех, кто, скажем, на один больше чисел кратных десяти, то эта доля должна приближаться к одной четвертой по мере того, как х приближается к бесконечности. Тоже справедливо для чисел больше кратных десяти на три, семь и девять. На самом деле в десяти тоже нет ничего особенного. Правило будет выполняться и для других чисел. Можно взять, например, уже знакомые нам классы вычета по модулю 44 и построить похожую гистограмму, показывающую соотношение простых чисел для него. И снова мы видим ровное распределение между двадцатью допустимыми классами вычета. Можно соотнести эти столбики одной высоты с ветвями, в которых примерно одинаковое количество простых чисел. Казалось бы, логично, но данный факт очень сложно доказать. Одним из первых за эту задачу взялся Дерихле в 1837-м, и поныне этот алмаз венчает корону аналитической теории чисел. Гистограммы достаточно наглядно раскрывают суть теоремы. Хотя, возможно, вам интересно, как она записывается языком математики с нашими чудными словечками. В общем-то, это та же формула, что и для десяти, только более общая. Берем простые числа меньше некоего х, но вместо того, чтобы искать долю тех, что образует класс вычета 1 по модулю 10, мы ищем долю класса вычета r по n, где n — любое число, а r — взаимно простое число с n. Как вы помните, это значит, у них нет общих простых делителей больше единицы. Вместо одной четверти, при х стремящемся к бесконечности, отношение стремится к одному на φ от n, где φ — та самая функция, которая показывает количество возможных классов, взаимно простых с n. Если запись кажется вам слишком простой, взгляните на ее формульный вид, где знаменатель и числитель записаны с помощью специальной функции. Как ни странно, для ее обозначения выбрали букву π, хотя она никак не связана с числом π. Как правило, в разных контекстах люди ссылаются на теорему Дерехле в куда более скромном виде. А именно, что если класс вычета может включать бесконечно много простых чисел, значит, он их включает. В качестве доказательства Дерехле показал, что в этих классах простые числа распределены с такой же плотностью, как и в остальных. Скажем, мы хотим доказать, что есть бесконечно много простых чисел, заканчивающихся на один. Что мы делаем? Доказываем, что четверть всех простых чисел оканчивается на один. А вспомнив Эвклида и тот факт, что множество простых чисел бесконечно, мы получаем очень сильное и интересное утверждение. Приводить здесь само доказательство, пожалуй, было бы излишним. Стоит лишь упомянуть, что оно опирается на теорию функций комплексного переменного. Один из разделов — матанализа. Это странно, правда? Какое отношение простые числа имеют к непрерывному миру матанализа. И уж тем более — к комплексным числам. Но это никого не удивляет. С XIX века так решают задачи о распределении простых чисел. Но не стоит думать, что это устаревший метод. Понимание распределения простых чисел в классах вычета и сегодня не теряет актуальности. Последние успехи, связанные с разрывами между простыми числами, в которых вечно маячит признак парных простых чисел, основаны на понимании того, как они разбиваются по классам вычета. Итак, подводя итог, я хочу подчеркнуть одну мысль. Все началось с причудливых спиралей, которые на самом деле ничего не значат, ведь нет ничего особенного в том, чтобы задавать полярные координаты простыми числами. Все их удивительные свойства — это просто артефакт, возникающий из-за использования целого количества радианов, что может быть немного странно. Но ведь такое математическое баловство того стоит, учитывая, что попутные вопросы приводят нас к таким жемчужинам, как теорема Дерехле, а это уже важно. Еще лучше, если процесс вдохновит вас разобраться в доказательстве таких находок, что совсем непросто. И неудивительно, что такой случайный вопрос может скрывать в себе глубинные принципы математики. Ведь что такое глубинный принцип? Это когда он связан сразу со многими областями. Так что даже подобные поиски скрытого смысла в случайном, в разумных пределах, могут навести нас на нечто стоящее. Конечно, куда проще и надежнее открыть учебник или записаться на курс. Хорошо, когда есть знающий проводник. Но есть своя польза и в самостоятельных открытиях. Если вы сами откроете функцию Эйлера до того, как узнаете ее определение, или задумаетесь о рациональных приближениях, не зная о непрерывных дробях, или разберетесь в распределении простых чисел среди классов вычета, прежде чем услышите имя Дерехле, то когда вы дойдете до этих тем, вы увидите в них старых друзей, а не сухие формулировки. И вы наверняка запомните их навсегда. Так что балуйтесь на здоровье. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер Субтитры создавал DimaTorzok